Снимаю шаровый опор. Проводка здесь у меня освободилась, я ее в сторону отложу, брызну выдашкой вовнутрь. Завожу трубу. Здесь я в порог уперся, а здесь в рычаг. И по рычагу я, получается, не бью, а бью по трубе. И спокойно сходит. Все, шаровая снято. Шаровая живая. Пыльник в сторону отложу, вот так вот, чтобы его не порвать. И привод вытащил. Здесь вот точно так же сделал, так же отвожу в сторону. Все, привод тоже вывел. А вот теперь, чтобы выдернуть привода, мне нужно слить с коробки масло. Откручиваю болты и сливаю масло. Болты головка на 12. Ставлю тазик. Масло солью и поддон на место поставлю, чтобы потом уже с ним не мучиться. И так же прикольно. Свистую тазик. Длинный. Болты головки. Масло. Масло. Русские спины. Масло. Стрит. А тут пока стекает. Такие моменты, как помыл поддон, не показываю. Здесь мы протираем, обезжириваем и ставим прокладку. Прокладку я смазал герметиком, обычно обезжиривателем. Пройдусь в местах, где у нас герметик будет прижиматься, на коробке и на поддоне. Прокладку поставил, но прокладку еще дополнительно смазал герметиком. Наживляю все болты. И потом уже их затягиваю. Затягивал поддон и увидел такую интересную картину. Штаны-то я снял. Здесь понять не могу, что такое внутри остатки. А, нет, это сварка. Я думал, остатки. В катализаторе болтается железяка. Катализатор то ли он сам вылетел, то ли его выбили и вот так оставили. Вот такая вот штука железяка. Я так думаю, она громыхает в определенных резонансных условиях. Скажу хозяину, пускай думает. Либо пламя-гаситель делает, либо катализатор ставит. Поддон протянул. Выдергиваю привода. Поддеваю его. И так же второй период. Музыка. Я стараюсь. Нажимаю его. Я стараюсь. Далее. Я стараюсь. Ч ANG. Я стараюсь. Я стараюсь. Затем. откручиваю рулевую рейку вот у нас болт крепления рейки вот болт крепление крепление рейки рейка получается всего на двух болтах снимать я ее не буду оставлю на месте а вот стабилизатор сниму с подрамником подушку я тоже откручиваю подушку сниму с подрамником здесь сверху ключиком на 18 держу гайку вот гайка я ее открутил и также здесь сверху ключиком на 18 тоже гайку вот я ее тоже уже снял также снимаю в шайбы и вот болты тоже на 18 головки я боя болтика открутил оба болтика теперь можно их снять и у нас рейка уже останется висеть на автомобиле на шлангах феркала феркала Смотрите продолжение в следующей серии. Непонятно, вода, не вода, масло, не масло. Что-то в балке было. Все, рейка у нас спокойненько. Я ее даже, наверное, здесь возьму к трубкам, чтобы она не провисала. Капроновым хомутом подвяжу. Откручиваю подушку. Я здесь попробую ее снять вместе с крампстейном. Не злоси. Также откручиваю центральный болт на задние подушки. Головки все, головкой на передней, на задней, на 18. Поджал подрамник вот так вот гидростойкой. Проводку по бокам снял. Также вот здесь вот сбоку снял с подрамника трубку гидроусилителя. И теперь откручиваю четыре болта. Головка на 21. Как и говорил, этот болт я ослабил. А, я надеялся, что оно мне сыграет. Тогда я откручу его полностью. И задние болты. Ну, насколько я предполагаю, у нас, в принципе, подрамник освобожден. И должен сняться. Приопускаю. Приопускаю гидравлическую стойку. И пробуем. Подрамник пошел. Вот эти, чтобы не ломать, ключиком на 13 я откручу уши. Со второй стороны я тоже открутил. Вот эти болты маленькие я открутил. Вот он. Приподнялась планка. А вот радиаторы. Сейчас буду опускать и смотреть. Я нормально. Радиаторы на месте остаются. Пакет. Надо приподнимать стабилизатор, чтобы он вокруг рейки обошел. Нет, радиаторы начали отваливаться. Радиаторы надо подвязывать. Сейчас здесь придумаю подпор, как их зафиксировать. Вот он, подрамник. Саленблоки посмотрел на подрамнике целые. Все нормально. И подушки вместе с подрамником потом и поставлю. Не надо их откручивать. А двигатель сейчас висит. Получается на двух подушках. Со стороны ГРМ. И со стороны коробки. Все. Единственное, что теперь, как поставить сверху траверсу, я вот этого не знаю. Потому что на крыле крепления, опоры под нее нет. Что-то надо будет придумывать. Возможно, коробку сниму руками. А гидростойкой подопру двигатель. Снял я ЭБРУ, отцепил. И долго-долго я смотрел на эти кулисы. В итоге, я стянул их монтажкой. С двух сторон взял. И равномерно вот так вот стянул одну и вот вторую кулису. А сзади троса я не стал отцеплять. Я их отсоединил. Открутив два болта. Головка на 14. И целиком с кронштейном снял. Отведу в сторону. И также хомутом капроновым. Вот за трубки зацеплю. Мешать мне не будет. И потом ставить уже будет удобнее. Кронштейн закрепил. И не надо будет с этими защелками мучиться. Также со сцеплением я сейчас здесь откачаю тормозуху с того отдела, где на сцепление идет. Хотя, как здесь откачать? Тормозуха-то грязная. Менять надо. Не буду ничего откачивать. Я просто возьму его, солью. Но для этого Вот у нас снизу разъем. Шланг откручивать не будем. Берем отвертку. И поддеваем. Вот это тут фиксатор. Сейчас попробую к нему добраться. Пружинный фиксатор. Отщелкиваем его. Чего я мучаюсь. Я пережму шланг. Фиксатор вот он. Вот я его стянул. Все, вот видно со штуцера. Я снял тройничок, шланг со штуцером прокачки. Убираю его в сторону, чтобы он не мешал. Также снял разъем с датчика задней скорости. И снимаю вот крепление проводки коробки. После этого откручиваю верхние болты. Здесь три штуки верхних болт. Три верхних болта. И после этого снимаю разъем с датчика скорости. И попробую поперек траверсу поставить. Вдоль траверсу поставить. Не поперек, как я ставлю. Потому что здесь некуда переться. А вот на телевизор. И на рамку. На жабо. Три болта я открутил. Разъем с датчика скорости я не снял. Сниму его снизу. Отсюда. А, все, вижу. Сниму отсюда. Вот сбоку хорошо его видно. Сейчас подлезу, сниму. Откручиваю подушку. Я ее целиком сниму. И сниму вот этот кронштейн. Он будет мешать в лонжерон операции. Вот так вот я поставил траверсу. Вдоль, а не поперек. Зацепил двигатель. И теперь я уже смело откручиваю кронштейн подушки. Висит у меня двигатель с коробкой. Так, и подушку, наверное, даже можно и не снимать. Снимаю только этот кронштейн. Боложка на 16. Ну вот, последний штрих. Заключительный. Болты я оставил. Снизу это раз болт на 18 головка. Два болта головка на 18. Здесь два болта головка на 15. Отсюда у нас еще два болта. Головка на 15 и головка на 18. С пыльником. Этот пыльник у нас закрывает, вот видно, маховик. Если зафиксировать на маховик, можно снять этот пыльничек и отверткой, монтажкой зафиксировать его. Но стартер я снимать не буду. Я надеюсь, что этого не нужно. И он останется на месте. Пробую снимать коробку. Все. Не надо. Стартер остается на месте. А коробку можно снимать. Придерживаю ее. Придерживаю. Стихи. Придерживаю. Эй. Придерживаю. 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 Рецепт. все коробочку я снял повозился маленько конечно но ничего первый раз всегда нелегко сальник не бежит менять не будем здесь вот сверху что-то по трубок сопливит газовое оборудование тройничок как всегда он подтекает когда будем ставить на место коробку сейчас подниму вот когда будем на место ставить коробку вот это ухо надо будет отжать чтобы его я наверно так здесь подвяжу чтобы у нас и она не зажалась между коробкой и двигателем ночью откручиваем корзину головка на 11 а а а а Видно, диск сжёный. И с этой стороны тоже. Ну и разумеется, маховик тоже у нас поджённый. Но новый ставить мы не будем. Этот сейчас здесь грязь подчищу, обдую и устанавливаю новое сцепление. Также и корзина тоже, пятна прижённые. Корзина стояла Deo. Валио с логотипом Deo. PHS корейская. Вставить будем тоже Валио.